Добрый день! В эфире программа «Золотые лекции». С вами сегодня академик Олег Георгиевич Ульянов, и тема нашей встречи совершенно необычна – Леонардо да Винчи в Москве. Для многих из вас, конечно, сразу это выглядит весьма парадоксально, поскольку нигде в подробных биографиях гения мирового искусства Леонардо да Винчи нет ни слова о том, что он когда-либо пребывал в Москве. И тем не менее, как мы с вами сможем сегодня убедиться за время нашей встречи, действительно есть у нас в Москве следы пребывания генерального творца эпохи Возрождения. Надо сказать, что это время было крайне тяжелым для Руси, крайне необычным. Мы с вами сейчас находимся в Москве, символом которой является Московский Кремль, но, естественно, свой вид он приобрел не сразу, а в эпоху знаменитого государя Ивана III, получившего у потомков звание Великого. Именно при нем Москва, которая раньше располагалась в пределах Московского Кремля, то есть весь город с его населением, стал приобретать черты дворцовой резиденции с родни европейским столицам. Действительно, у Ивана III была задача превратить Москву в мировую столицу, в столицу единого русского централизованного государства. Но, конечно, такая задача была не под силу одному человеку, одной школе мастеров. И для выполнения своего грандиозного замысла Иван III решит приглашить мастеров из Италии. Как мы с вами знаем, его супруга была София Поляок, Марийская царевна. И бракосочетание их состоялось в Риме в 1472 году. И с этим бракосочетанием у Ивана III появились права на наследие Константинополя, на наследие Византийской империи. Мы помним, что Константинополь сам пал в 1453 году. И вот лишь бракосочетание с Софией Поляок позволило сохранить наследие этой грандиозной Византийской империи. И первой политической организацией, которая признала такой статус за государство Ивана III, стал Венецианская Синьория, которая уже в 1473 году указала, что Иван III по браку Софии Поляок имеет все права на престол Константинополя. Конечно, это событие было грандиозным для строения небольшой Москвы, которая еще лишь недавно отправилась от своего дельной жизни. Напомню, что в Москве было не так много храмов. И вот при Иване-Теке начинается грандиозная перестройка всей резиденции. Причем эта перестройка сопровождалась не только строением церквей, дворцов, но и оборонительных сооружений. Вот тот самый Кремль, который мы с вами видим с его знаменитым ласточным гнездом, все это появилось благодаря грандиозному замыслу и программе Ивана III, которая показывает, что Иван III выступал как умел организатор его программы перестройки на силу, характер продуманных государственных мероприятий. Наряду со строительством Кремля, как дворцового резиденции, Иван III приспел к организации военного дела, к созданию арсенала, к оружейным мастерским. И, конечно, для такого почина ему были необходимы профессионалы. И вот благодаря совету своей супруги Иван III направляет свои помыслы и свои посольства для набора мастеров именно в Италию, благодаря рекомендациям, которые располагала и София Палеолог. И вот среди этих мастеров, как мы можем увидеть с вами, был и знаменитый Леонардо да Винчи. Это удивительно, поскольку, конечно, мы с вами знакомы с работами этого мастера по тем произведениям, которые есть в российских собраниях, в частности, в Эрмитаже, знаменитая Мадонна Лита и по, конечно, фреске Тайной вечери, которую все знают, как о шедевре всех времён и народов, располагающемся в Милане. Каким же образом Леонардо да Винчи оказался здесь, в Москве? Для этого надо погрузиться в некоторые подробности в биографии, которая крайне загадочна осталась до сих пор и для современника была загадочна. Поскольку достаточно сказать, что Леонардо да Винчи, пометуя о том и своем звании мастера, пометуя о том, насколько ценны его знания, как мы знаем, он зашифровывал свои творения. Более того, он был уже обучен с детства навыкой так называемой зеркального письма, он был левша, писал справа налево, а не как мы с вами привыкли. Конечно, это задает определенные трудности для расшифровки его произведений, а среди них есть уникальные свидетельства. В частности, Леонардо да Винчи в письме к наместнику султана в Вавилоне, в его время это был Каир, то есть Египет, он сообщает, что хотел бы направиться в Сирию и при этом обмолвывался, что до этого посещал Армению, то есть Киликию. И вот это упоминание с описанием гор кавказских в дневниках Леонардо да Вище крайняя задача всех исследователей, каким образом это могло произойти. Обращаю ваше внимание, что это имело место именно в связи с его адресатом к наместнику султана в Каире. К самому султану Леонардовичу также обращался, предлагая свои умения, свои творческие проекты. Каким был проект Леонардович, который сохранился, и письмо к турецкому султану сейчас находится во дворце Топкапы в Стамбуле. Это проект грандиозного моста через знаменитый Босфор. Конечно, современные Леонардовичи не могли представить, как можно было построить такой мост, по которому приходила бы целая морская эскадра. Но в наши дни этот проект был воплощен и не только в самом Стамбуле, как знаменитый Галатский мост, но и в других местах, буквально в точном соответствии с проектом Леонардо да Винчи. Как видим, он у современника становился не только как художник, но и как изобретатель. Собственно говоря, Леонардо да Винчи также считал задачей живописца быть первооткрывателем образа и подобия по латыни и мага и семильтюда. То есть художник должен быть, не повторять пройденные композиции, а быть изобретателем, первооткрывателем подобия и образа, которые носятся в воздухе, рассыпаны в воздухе. Его задача художника была открыть вот эти тайны, увидеть этот, так сказать, образ и подобие. Замечу, что в схоластике того времени Леонардо да Винчи эти термины и мага-семильтуры обозначали евхаристические дары, плоть и кровь Христовы. И примечательно, что именно так Леонардо да Винчи зашифровывает и свои произведения. Конечно, уже современники ощущали его гениальность. И буквально спустя несколько лет после его смерти мы находим свидетельство в современниках, что Леонардо да Винчи был прекрасен собой, хорошо сложен, у него были длинные густые вьющиеся волосы, тщательно расчесаны. Сам Леонардо да Винчи, говоря о том, каковым образом должен быть выглядеть в прекрасном всех отношении человек, то есть Камильфо, он говорил, в частности, что если вы хотите узнать, какая душа обитает в теле, то обратите внимание, как она обращается с одеждой. Если одежда неряшлива, неопрятна, то и душа, которая облетает в этом теле, тоже не может отличаться своей организованностью и совершенством. То есть даже для современников Леонардо да Винчи был воплощением того идеала красоты человеческой, который еще древние греки называли калкогатия. Не случайно Рафаэль в своей знаменитой афинской школе на фреске Ватикане изобразил Леонардо никак иначе как в образе Платона, главы академии в древней Греции. Итак, Леонардо да Винчи славился не только как живописец, но и как изобретатель, и как военный инженер. Именно так он себя рекомендовал, предлагая свои услуги тому или иному правителю в Италии. И им заинтересовался, как мы знаем, Людовика Сфорца, правитель Милана, пригласив его как военного инженера, как изобретателя, как владеющего военными тайнами, в свою резиденцию для его украшения. При дворе Людовика Сфорца, получившего прозвание современников Мора, Людовика Мора, мы его знаем в литературе, Леонардо да Винчи отличился не только на поприще военных наук и инженерии, но и, конечно, уникальный мастер своего дела, уникальный создатель, уникальный скульптор. В частности, Людовика Сфорца поручил ему создать знаменитую скульптуру в памяти своего отца Франческо Сфорца, тот самый загадочный конь Леонардо да Винчи. Замусть Леонардо да Винчи потрясал современников. Этот конь достигал высоты 7 метров, только сам по себе конь. Сейчас в наши дни смогли бы создать это произведение. И, конечно, работать требует титанического труда, поскольку одно дело бы нанести проектной бумаги, а другое дело, создать его воочию. И, тем не менее, Леонардо приступил к этой задаче, создавая глиняную форму и собирая бронзу для отливки самого памятника. Людовик Сфорца всячески торопил закончить данную работу в связи с тем, что были очень неблагоприятные внешние условия и грозили вражеские нашествия. И он заставлен Леонардо да Винчи 1 декабря 1493 года выставить этого коня на всеобщее обозрение в своей резиденции в Милане. Конечно, современники ахнули. Перед ними предстало нечто необыкновенное. Но представьте, с 7-метровой высоты скакуна. Не было самого изображения всадника, то есть Франческа Сфорца. А кто были современники, которым предстало это необычное зрелище? Вы удивитесь, но это были посланники Ивана Третьего. Данила Маморев и Муныл Ангелов. Они были направлены именно в Италию, в Милан и в Венецию, для того, чтобы пригласить в Москву для благоукрашения дворцового резиденции Московского Кремля лучших итальянских мастеров. И вот они встречаются буквально воочию с Леонардо да Винчи, который представил публике свою грандиозную работу «Коня». О том, что при этом зрелище присутствовали именно русские посланники, сохранилось свидетельство во Фарентийской ратуши, и посланник Фарентийской республики записал, что тогда, когда Леонардо Фарентий представлял своего коня, были русские послы. Надо сказать, что, конечно, они соблюдали полностью весь этикет дипломатический, всю субординацию, и во многих церемониях при дворе Людовика Сфорца они отказались принимать участие. В частности, настаивая на том, чтобы перед ними по иерархии не располагались послы Польши или Венгрии, поскольку они считали, что их государь Иван Третьев выше стоит по статусу в ранге европейских правителей. То же самое коснулось, когда Людовика Сфорца пригласил его представление организовано Леонардо да Винчи по случаю бракосочетания своей дочери Бьянки с знаменитым императором Максимилианом. Мы знаем, что Максимилиан направил свою грамоту Ивана Третьего, признав его царский титул. Именно на грамоте императора Максимилиана основывался император Пётр Великий, когда провозгласил себя императором в 1721 году, как раз мы с вами отмечаем трехсотлетие этого грандиозного события. А истоки, мы видим, восходят к эпохе Ивана Третьего. И даже на этом бракосочетании русские пасы также отказались участвовать, считая, что их государь находится выше по иерархической лестнице, чем даже император Священной Римской империи Максимилиан. И тем не менее, они приглашают целый ряд мастеров в Москву. Эти мастера нам известны, мастера были набраны и из Милана, и из Венеции. В числе них удивительные были специалисты, не только серебряники, но даже органных дел игрец. Капеллана Августиного ордена, то есть августинец, Иван Спаситель Сальватори, который, прибыв в Москву, где он организовал первые мистерии в справедении органа, чего раньше Невосква не видела, сейчас Дмитрий Ченпищного действа. Он принял православие через два года и был пожалован государю. То есть удивительно было такое собрание коллеги мастеров, которые были приглашены к Ивану Третьему, и среди них оказался Леонардо да Винчи. Эти мастера были в декабре еще 1093 года в Милане, с ними был заключен договор, документ юридический на обеспечивание их проезд. Дело в том, что когда мы с вами говорим о том, как мастера попадали в те времена из Европы на Русь, конечно, должны представлять все тяготы этого путешествия, поскольку действительно государство враждовали, и без протекции государственной, без защиты, без верительных граммах нельзя было проехать даже простому мастеру, не говоря о том, таких дорогих высокооплаченных мастерах, каким был Леонардо да Винчи. Поэтому мы знаем, что, конечно, были заключены договора, обеспечивающие их проезд, безопасны из Италии в Москву. По тем временам, по свидетельствам, которые мы знаем из архивного источника, дорога занимала примерно три месяца, и уже в июне 2014 года Леонардо да Винчи оказался в Москве. Что свидетельствует его здесь пребывания? Ну, прежде всего, грандиозный и совершенно уникальный по меркам того времени царский сад. Мы с вами сейчас знаем московский Кремль, но мало кто представляет, что напротив Кремля, за Москварикой, в свое время располагался знаменитый государев сад, не случайно отсюда улица Садовники, который, конечно, на века прославил эту эпоху из самого Ивана Третьего. Почему это место было выбрано для того, чтобы разбить сад? Дело в том, что, конечно, Москву сотрясали грандиозные пожары. Мы знаем, что Москва сгорела копеечной свечкой, люди были очень верующие, и, конечно, деревянного быстро вспыхивали. И вот такой пожар, который вспыхнул за Москваричи в 1393 году, перекинулся в Москву. Поэтому Иван Третий, конечно, чтобы обезопасить свое жилище, а он сам чудом спасся семьей на, как сказали, на христианских дворах у Ивана Патрикеева, у Владимира в старых садях, он приказал вывести прежде всего из самого Кремля из Москвы все церкви, все дворы, расчистить весь город от обычного населения, от обычного застройки. Конечно, вызвал ропот, прежде всего, духовенства. Но представьте себе, выносятся церкви, выносятся в мертвецы, выносятся все кладбища. Это вызвало огромный, так сказать, такой ропот и возмущение в народе, но, тем не менее, воля была непреклонна к государю, и аналогичное, так сказать, действовало он приказал организовать и в замосквареще, поскольку оттуда именно перекинулся в пожар в 1493 году непосредственно в Кремль. Также была расчищена огромная территория, на месте которой с прибытием Леонардомича был разбит сад. Сад был уникален, он достигал 16 гектаров, а вместе со всеми свободами, конечно, три были свободы садовнические, которые обслужили этот сад, конечно, он занимал огромную площадь на месте сейчас садовнической свободы за Москва-речи, где церковь Софии при Мудрости Божьей. Так вот, Леонардомич в это время занимался этим проектами, садовым искусством. Мы знаем, что для Людовика Сфорца он не только разбил сад, и в его бумаге находится проект такого сада, но перед своим отъездом в Москву он построил даже в Милане, в замке Коцело Сфорцеско, огромный павильон с куполом, такой сродни большому грандиозному павильону. В записках Леонардович описывает, что этот павильон должен быть накрыт медной сеткой, дабы там всегда пили птицы и были диковинные деревья. Деревья были, конечно, необыкновенные, но представьте себе, что в этом саду, который был разбит по указу Иоанна III в 1424 году, были фруктовые деревья, персик, грецкий орех, и более того, плодоносил постоянно виноград. Это трудно представить даже сейчас в нашей заснеженной Москве. И тем не менее, такое подтверждено документально, что именно таким был сад, и он удивлял не только своей регулярной европейской планировкой, но и тем, что его украшали 144 фонтан. Как вы думаете, почему такое число? А дело в том, что создавался не обычный сад парковый, такой публичный, как мы привыкли с вами, например, парк культуры и отдыха имени Горького в Москве. Нет, создавался подобие рая на земле, создавался Эдем. Отсюда такие диковинные деревья, как в Эдеме, которые символизировали древо жизни. Отсюда и 144 фонтана. Почему? А потому что, по представлению того времени, высота стены небесной Иерусалима была 144 локтя, а в книге жизни было записано 144 тысячи праведников. Вот откуда это число взялось, и это число фонтанов было и украшало уникальный сад. Надо сказать, что Леонард Ильич, когда вернулся из Москвы сразу, у него тоже был достойен чести, и за его все деяния, на благо для герцога Людовика Сворца, ему тоже подарили свой участок садовый, и был у него свой тоже маленький садик. Это право он приобрел в 1497 году. Итак, годы пребывания в Москве Леонард Ильич это 1494-1495 год, всего два года. Прибывает он в составе посольства во главе с Даниилом Маври и Мунаилом Ангелом, и убывает также с посольством, чтобы быть в охране. Дело в том, что только-только кончилась вражда с литовским князем. До этого нельзя было из Москвы проехать в Европу, и в наказе послом Ивана Третьего, который направил крымскому хану, своему союзнику Менгегрии, он указал, что только когда я выдал свою дочь Елену за литовского князя Александра, наконец я могу отправить тебе посольство в Киев и дальше в Черкесы, то есть на Кавказ. Вот откуда взялся Кавказ, который упоминается в дневниках в письме Ивана Третьего к наместнику султана в Вавионе в Каире. Мы знаем, соответственно, те посольства, которые дают хронологические рамки для этого пребывания. А что еще помимо этого грандиозного сада, который мы получили Леонарда Винчи, он мог создать в Москве? Дело в том, что Леонарда Винчи оказался здесь не случайно. Его пригласил Ивану Третьему, его рекомендовал всячески, его друг и ровесник Пьетро Антонио Савари, знаменитый строитель московского Кремля, который завершал грандовитую палату в московском Кремле. Более того, на Спасской башне мы знаем и плиту, которую он создал. Плита была загадочной, с латинской надписью. Отсюда повелось в Москве среди горожан представление, что нельзя входить в Кремль с непокрытой головой, иначе сразу здесь тебя будет накажен, о чем говорил надпись. В латыни, конечно, горожане широко не знали. А надпись была удивительная, она сохранилась сейчас в эпидаре у московского Кремля. Надпись была создана к 300-летию правления Ивана Третьего. 30-летие правления где отмечали? Только в Древнем Риме. 30-летие правления императора. И вдруг Иван Третий, Иван Великий отмечает 30-летие правления, и в память от этого была закладная доска на Спасской башне московского Кремля. Сам Иван Третий, мы знаем, на соборе в 1492 году был провозглашен Новым Константином, а Москва – Новым Константиноградом. То есть уже предшественник теории Москва-Третий Рим. И вот эта вся идеологическая, так сказать, подоплёка, она способствовала тому, что, конечно, и Леонардо да Винчи осознавал всю важную задачу, которая перед ним ставилась. Помимо создания уникальных садов, конечно, он проектировал, принимал участие в проектировке стен Московской Кремля. О чём, как мы можем с вами об этом догадаться? Вот мне пришлось работать в 80-е годы прошлого столетия. Как иногда пишут уже некоторые историки, автор 80-х годов прошлого столетия, вот он перед вами, этот автор 80-х годов прошлого столетия. Работа Московской Кремле обнаружила следы работы Леонардо да Винчи. Может быть, некоторые из вас обращали внимание, что стороны Москва-реки, как раз напротив Царского сада, стена Московской Кремле имеет необычные отверстия, круглые, непосредственно под баницами, под ласточкиным хвостом, под миронами. Для чего эти были круглые отверстия? А мы знаем в дневниках Леона да Винчи, что в эти отверстия вставляли шесты, с внутренней стороны они отправились в рычаги, и когда Московский Кремль атаковали, при возможной атаке на Московский Кремль, то эти рычаги отодвигали через круглые отверстия лестницы нападавших. Что еще нам с вами говорит о том, что Леонардо да Винчи принимал участие в строительстве Московского Кремля? Уникальные казематы, глухие, которые вдвинуты в баницы. Такие казематы мы находим не только в Московском Кремле, но и в Жегородском, даже в крепости Орешек. А такие казематы были именно созданы в крепости Кольцево-Сфорцеско в Милане. И мы знаем, что Леонардо да Винчи планировал даже огромный донжон построить в центре этого цитадели и павильон с куполами над каждой из башен Миланского замка. И те, кто бывал в Милане, видят очевидное сходство. Даже сливовые башни Московского Кремля с грандиозной башней в замке Миланском Кольцево-Сфорцеско. Ну и, конечно, что самым удивительным образом, а тем, что дворцы-то имели совершенно уникальный характер. Вот опять мы вспоминаем с вами снежную непогоду в Москве. Но как могли делать в Москве для ее снегобильного климата дворцы с плоской крышей? Это трудно себе представить. Но именно так выглядят те ренессансные павасы, которые были построены по проекту Леонардо да Винчи для Ивана Третьего в его московской резиденции в Московском Кремле. Дворец потрясал бы действительно ренессансные аркады круглые. А вверху их венчают плоские крыши, на которых также были сады. Также располагались флодово-фруктовые деревья и даже дыни, как мы знаем по документам. Более того, в 19 веке, когда началось строительство по проекту ТОНа нового здания оружейной палаты, нашли остатки этих фруктовых деревьев, нашли их корни. А что же было на месте этих дворцовых палат, когда они были упразднены уже после Ивана Грозного? А на месте их были разбиты затем пруды. И именно здесь на самом деле появился первый босик императора Петра Великого. Вовсе не в Преображенск, как отмечают. А здесь юный царь Петр начинал свои будущие морские походы, тренируясь в Ялике, в Ботике, в пруду над верхним набережными палатами. Надо сказать, что палаты до сих пор скранили многие секреты. И в частности, именно с ними связана знаменитая библиотека Ивана Грозного. Дело в том, что это, собственно, не сама библиотека Ивана Грозного. Она при нем исчезла. Отсюда не закрепилось такое загадочное название. Эта библиотека привезла его бабушка София Поляок в качестве своего приданного. В этой библиотеке было уникально чем? Тем, что были среди них античных авторов. И Платона, и Аристотеля, и Гомера. И, конечно, это собрание было диковинным не только по меркам того времени для Москвы, но и для Европы. Как мы с вами знаем о том, что уже при Иване III были такие творения, были такие произведения в Москве, в Московском Кремле. А дело в том, что в Благовещеском соборе, а этот собор был домовым храмом великого князя и его семьи, есть уникальные злоченые медные двери. Собор был завершен строительством в 1389 году. В 1389 году уже подсохли его стены, можно произвести и роспись, и украшать его интерьеры. И были созданы уникальные медные злоченые двери, на которых поместились совершенно впервые во всем русском прикладном искусстве образы. Образы античных мыслителей. И Геродота, и даже Платона. Помните, Ивана Родовища изображалась в образе Платона Рафаэля? А здесь Платон изображен своим пророчеством о рождении будущего Спасителя, о рождении Христа. Более того, были даже сивилы изображены. Вспомните, кто бывал в Севистинской капелле изображения Сивил на своде представленного Микеланджело. У нас тоже с вами были сивилы, только они были в Московском соборе, в Благовеческом соборе. А что же еще там было удивительного? А на фресках удалось найти уникальные изображения. Они были открыты в 19 веке академике Живы Сефартусова. Он стал расчищать поздние фрески на тему композиции «О тебе радуется, Благодатная всякая тварь». И вот где был изображен преподобный, а по надписи Василий Великий, когда сегодня день памяти Василия Великого, 14 января, Старый Новый год, так вот под ней был изображен, открылась уникальная композиция. И Василия Великая, и Мария Египетская, то есть те знаменитые святые родителям Ивана Третьего, Василию II и Марии Ярославной, его родители. И целая уникальная композиция, прежде всего дворца, деревянные постройки, с надписями над тем, что обозначал каждое дворцовое помещение. Более того, здесь же были изображены и интерьеры этих дворцовых помещений, дворцовых повад, и даже иконостас самого храма Воговеченского. А мы знаем, что этот коностас создавал знаменитый Андрей Рублев. Вот где произошло пересечение, как мы с вами видим, линии нашего гения русского Андрея Рублева и Леонардо да Винчи. Причем об этом пересечении двух линиев мы знаем с вами даже по их работам. Вспомните знаменитую Владимирскую кисти преподобного Андрея Рублева, которая была создана как копия чудотворной Владимирской для Успенского собора Московского Кремля. Надо сказать, что в Успенский собор могли попадать и иностранные делегации, поскольку именно там проводились все церемонии важные и, в частности, вошествие на престол и процедуры бракосочетания правителей Московского. И вот здесь, если вы обратите внимание, что знаменитая Владимирская кистина Андрея Рублева, она тонко перекликается с Мадонной да Винчи. У них такие же взлетающие брови от утонченного тонкого носа. И погружает буквально эти образы в мягкое заслание своих зрителей. Если вы видите, они просто накладываются. И Мадонна Лита накладывается на Владимирскую к Андрею Рублеву. А Леонардо да Винчи уже знал о приготовлениях к столетию празднования первого чуда Владимирской, которое отмечалось в Москве в 1495 году. Мы с вами знаем, что в 1395 году Медвед Киприан поручил привезти из Владимира впервые в Москву чудотворную Владимирскую, дабы она спасла весь град и его жителей от нашествия грозного Тимира Аксака. И, как считает империоз Владимирской, спас Москву. Это было первое чудо Владимирской. Вот сто лет этого чуда отмечалось в Москве при Леонардо да Винчи. В 1995 году Леонардо да Винчи мог видеть эту Владимирскую и письмо Андрея Рублева. И, конечно, в память об этом мы видим его руку и в Мадонне Лите, и в этой композиции. Вот вам еще одно пересечение уникальное, свидетельство о том, что Леонардо да Винчи, конечно, здесь был в Москве. И он, конечно, отметил свое пребывание непосредственно созданием таких уникальных произведений. Надо сказать, что его посещение было здесь предупредено тем, что его ровесник, его современник Петро Антонио Савари был приглашен до Леонардо да Винчи на работу для строительства Кремля. Мы об этом уже говорили, что он заканчивал строительство Гранита Паваты, сделал знаменитую закладную доску на построенном Спасской башне Московского Кремля. И именно Савари, умирая в Москве в ноябре 1493 года, и порекомендовал именно Леонардо да Винчи. А где они пересеклись, Леонардо да Винчи? Они с ним вместе работали при строительстве дома, того грандиозного замка, того грандиозного собора в Милане, который мы с вами знаем сейчас в эпоху пандемии. Он спасал весь мир. И перед этим собором, как бы обращаясь ко всем, кто сейчас заперз по своим жилищам во всем мире, пел знаменитый наш тенор, современник Андрея Обачели на пустой площади перед Дуомом. А дома был построен Леонардо да Винчи и Петро Антонио Савари. Сочи был его отец, Петро Антонио Савари ему помогал, а Христофор Савари был учеником Леонардо да Винчи. Они вместе трудились на строительстве этого дома. И конечно, кого как Леонардо да Винчи, Петро Антонио Савари, умирая в Москве, и не мог рекомендовать как бы продолжение своих работ. Вот откуда такая ниточка протянулась, и каким образом Леонардо да Винчи мог здесь оказаться в Москве по приглашению Ивана Третьего. Пребывание было недолгое. О том, что он вернулся из Москвы в Италию, мы с вами знаем, потому что уже в январе 1096 года Леонардо да Винчи устроил представление нового театрализованного со списком всех действующих листов, эскизами костюмов на тему Юпитер и Даная для Людовика Сфорца. В 1037 году Леонардо да Винчи заканчивая знаменитые тайные вещи, о которых мы с вами говорили. Вот эта дата, которую фиксируют, уже возвращение Леонардо да Винчи. Но вот эти два кратких года Леонардо да Винчи в Москве, который он провел в 1395-1996 годах, конечно, подарили нам с вами уникальное, в своем роде, конечно, произведение, уникальный объект, а именно Эдем. К сожалению, об этом Эдеме осталась только память названия свободы садовнических. Но, конечно, современники могли наслаждаться. И из окон построенного дворца, из набережных палат, на которой был разбит набережный театр, и София Поляук, и Иван Третий любовались царским садом Эдемом, кто был разбит по замысле над Винчи. Наша встреча, к сожалению, дошла к концу. С вами была программа «Золотые лекции». Ее провел академик Олег Германович Ульянов. До новых встреч, дорогие друзья! Субтитры создавал DimaTorzok